Да, переключайся, ты уже... Знакомая ситуация. Пульт не работает. Это один из самых распространенных пультиков или пульт для телевизора. На самом деле, подобная конструкция пультов используется в достаточно большом количестве приборов. И, в частности, данные пульты используются с кондиционерами, с телевизорами, с различными DVD-плеерами, ресиверами и так далее. В этом видео я постараюсь вам донести очень просто, понятно и быстро, как почистить данный пульт, если одна из кнопок, либо все кнопки перестали на нём корректно работать. Итак, почему не работают пульты? В основном существует только одна крупная причина. Это попадение жира, то есть вот этих вот сальных выделений с пальцев, либо каких-то жировых частичек, допустим, во время готовки пищи, которые проникают под вот эти вот кнопочки наши и перестают создавать проводимость между кнопкой и платой. Значит, на данный момент есть достаточно много конструкций пультов, и все эти конструкции разбираются приблизительно плюс-минус одинаково. Значит, давайте я покажу самые распространенные конструкции, и, скорее всего, одна из них у вас, собственно, встретится. Значит, пульт номер раз. Они открываются вот таким вот сдвигом. То есть здесь вот специальная кнопочка находится, мы эту кнопку нажимаем, и вот так вот у нас вниз всё это, собственно, открывается. Значит, для того, чтобы начать вот этот пульт разбирать, надо выкрутить крестообразной отверточкой вот эти болтики. И, собственно, здесь у нас вот присутствуют с боков две защёлочки, которые надо надавить, и пультик откроется. Ну, это самая такая простая конструкция. На самом деле тут, в принципе, всё плюс-минус очевидно. Также у нас вторая по распространённости конструкция, это вот такая. Она здесь собрана у нас на клипсы. Клипсы у нас вот здесь по периметру происходят. Её разбирать тоже достаточно просто. Сейчас я, собственно, покажу, как это делать. И, собственно, ещё одна конструкция. Вот у нас она на телевизорах сделана. Она сделана у нас на клипсах, также за тем исключением, что у нас здесь вот присутствует болтик. Этот болтик мы выкрутим, и также придётся отщёлкивать клипсы. Итак, давайте вот на примере какого? Давайте вот на примере вот этого маленького пультика я покажу, как всё это дело у нас разбирается, и как всё почистить, и починить. Итак, значит, смотрите, у нас есть пульт. У пульта есть батарейный отсек. Начинаем с того, что достаем оттуда батарейки. Значит, батарейки достали, пульт у нас, собственно, готов к разборке. Здесь очевидно, что нету никаких стрелочек, нету никаких указателей, и не совсем, как бы, очевидно, как это всё разбирать. Здесь присутствуют такие вот P-образные клипсы, которые с верхней крышки идут на нижнюю крышку, и здесь за специальные язычки они у нас цепляются. Логично, чтобы разобрать такой пульт, нам надо эти вот язычки, получается, отогнуть. Удобнее всего делать это вот такой вот металлической лопаточкой. Эта лопатка у нас продаётся во всяких магазинах инструментов, в магазинах, которые занимаются запчастями для электроники, ремонтом телефонов и так далее. Но если у нас такой штуки нету, мы обойдёмся подручными средствами. Кстати, я бы рекомендовал использовать вот такие вот пластиковые карточки, обычные дисконтные, которые выдаются во всех магазинах. Итак, мы берём вот такую вот пластиковую карточку дисконтную. Берём обычный канцелярский нож. Ножом не надо открывать, можно что-нибудь сломать. Берём какой-нибудь из углов и этот угол немножко срезаем. Наша задача сделать вот этот уголок чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть более плоским и более острым. Это у нас упростит задачу разбора. Ну вот я как-то криво обрезал, но тем не менее у нас уголок стал острым. Значит, что мы делаем? Берём пластиковую карточку, пораниться в этой ситуации нельзя. Тут всё достаточно тупое и безопасное. Значит, берём пульт, берём пластиковую карточку и начинаем. Вот она, в принципе, видите, уже одна защёлка отошла. И проводим вот так вот по периметру. Так, вот видите, я как бы с верхней части провожу в нижнюю часть. Так, ну тут, когда вы начнёте открывать, у вас по смыслу будет понятно, в принципе, что где отгибается. Значит, вот смотрите, вот эта вот часть у нас так чуть-чуть недооткрылась. Таким вот движением мы продолжаем по периметру. Открывать, кстати, вот клипса уже сломалась, но это ничего страшного, потому что клипс здесь много по периметру. И они, в принципе, будут удерживать пульт. Окей, мы всё разобрали. И здесь, я думаю, что на видео будет видно, что пульт как раз у нас из двух частей состоит. Это часть нижняя, которая вот с этими вот фиксаторами, про которые я говорил, и верхняя часть, которая у нас вот с этими вот P-образными дырочками, которые у нас вот эти фиксаторы попадают. Ну, собственно, вот этой карточкой, когда мы проводили вот так вот, мы вот так вот всё это подотгибали. Короче говоря, с помощью такой карточки высока вероятность, что вообще ничего не сломаете, и пульт откроется вообще без каких-либо здесь проблем. Окей, здесь у нас присутствует плата. Мы эту плату берём и аккуратно достаем. Значит, смотрите, это мы убираем в сторону, не понадобится. Значит, у нас есть вот плата, и здесь вот токопроводящие есть дорожки. Они у нас идут чёрного цвета. Обычно вот эта часть у нас покрыта будет жиром, либо покрыта будет какой-нибудь такой вот типа липкой жидкостью, которая, собственно, мешает нам всё это дело использовать. Значит, что нам надо сделать? Нам понадобится бензин, либо нам понадобится спирт. Нам понадобятся вот обычные ватки, спонжики, ну, либо что-то подобное. Значит, мы берём тихонечко всё сюда бензином, либо спиртом. Наливаем и аккуратно всё это дело начинаем протирать. Значит, навредить тут ничего вы не сможете. В принципе, если у вас ничего нету под рукой, можно даже мыть на самом деле под водой, но потом тщательно-тщательно-тщательно это всё высушивать. Поэтому я рекомендую просто чем-то спиртосодержащим это сделать. Смотрите, ватка у нас многовенно становится грязная. Сюда как раз вот эта вот грязь, жир с платы, он попадает у нас вот сюда. Тут не следует тереть особо сильно, использовать какие-то наждачки. То есть, достаточно легонько это всё у нас дело протереть. Окей, первую часть мы выполнили. Молодцы. Значит, дальше. Что будем делать дальше? Дальше мы берём вот эту вот ответную часть, которая у нас идёт с токопроводящей резинкой. Эту резинку мы также чуть-чуть аккуратно вот так вот протираем. Давить не надо и без особого фанатизма это надо делать. Тоже здесь грязючка такая небольшая остаётся. Ну и собственно всё у нас благополучно протирается. Возможно два исхода. Исход номер раз. Вы это дело всё протёрли и у вас всё стало сразу хорошо. Это исход, который будет в 95% случаев. Есть 5% случаев, когда вот этот жир, он достаточно сильно впитался вот в этот токопроводящий слой. И поэтому этот слой можно взять вот так вот ножичком и аккуратно вот так вот почистить. Чуть-чуть как бы резинку вот подсодрав сверху. Тогда вероятность, что работа будет проделана лучше, у нас резко возрастает. Ну я повторюсь, что скорее всего это делать нам не придётся. Ну и собственно всё. То есть мы сделали программу минимум, чтобы сейчас у нас всё заработало. Дальше мы делаем всё в обратном порядке. То есть мы берём нашу плату, смотрим где у нас вот эта плата вставляется. Так, куда она вставляется. Значит у нас кнопки вставляются обратно. Плата такая странноватая немножко, но ничего страшного. Всё, значит сюда мы вставили. Вот этот у нас паз у нас предназначен для минусовой и плюсовой клеммы. Ну, собственно мы эту клемму сейчас туда вернём. Да, всё вернули, всё замечательно. Кнопочки у нас вот проверили, нажимаются. Всё здорово. Берём вторую часть пульта, первую часть пульта. Проверяем, что здесь у нас ничего не выступает. Их смыкаем. И вот эти клипсы, собственно, мы берём и вот так вот защёлкиваем. Всё замечательно у нас защёлкнулось. Значит, вот эта часть, я сейчас вижу, что у меня не попало немножко в паз. Ну, на самом деле это абсолютно не проблема. Это чисто на эстетику немножко влияет. Собственно всё. Пульт мы практически закончили собирать. И я думаю, что на этом вы сможете починить свой пульт дистанционного управления абсолютно без каких-либо проблем. Надеюсь, это видео было полезно. И с помощью этой инструкции вы сможете починить ваш пульт дистанционного управления. Кстати, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки. Если у вас есть вопросы по данному ремонту, пожалуйста, пишите их в комментарии под данным видео. Надеюсь, это видео спасёт хотя бы один пульт. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.